Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами продолжаем изучать функционал программы 1С управления торговлей версии 11.1. Сегодня мы поговорим об реализации информационной потребности в ассортиментной политике. В программе 1С управления торговлей версии 11.1 она уже реализована. Давайте с вами посмотрим, как это произошло, как это функционирует и, собственно, как мы можем это использовать и наши сотрудники. Итак, мы заходим в администрирование, маркетинг и планирование, спускаемся вниз и видим, у нас есть опции управления ассортиментом, управления коллекциями товаров, форматы магазинов, товарной категории, рейтинги, продаж 5 галочек. Мы их с вами поставили. Это у нас подключило, собственно, управление. Итак, давайте зайдем в номенклатуру. У нас есть три позиции для того, чтобы убедиться, что все хорошо и все работает. Давайте нажмем «Разрешить редактирование». Итак, что мы можем заполнить? Прежде всего, давайте зайдем в «Производитель» и создадим «Производителя». Ну, к примеру... Вот, к сожалению, у меня английский язык. Отлично, у нас есть «Производитель». Теперь давайте создадим марку. Обратите внимание, марка привязана к «Производителю», это отлично видно. Так, у нас коллекция сезона, ну, давайте считать, что это у нас осень. Ну, на самом деле, нам надо указать, когда разрешены закупки. Ну, давайте считать, что это с 1-го 10-го разрешено по, допустим, 10 декабря. Ну, то же самое можно было указать для продаж, но это суть важна. Итак, отлично, мы с вами это заполнили, идем дальше. Что у нас есть? Мы переходим в раздел «Учетная информация». Здесь у нас, кстати, есть ценовая группа, но мы это с вами смотрели на другом уроке. Вот «Товарная категория», для нас это очень важно. У нас есть категория «Доступные товары», но давайте создадим еще одну категорию. «Недоступные». Дорого. Обратите внимание, товарные категории привязаны непосредственно к виду номенклатуры. У нас будет с вами доступный. Итак, также у нас есть рейтинг продаж. Давайте создадим рейтинг продаж. Супер, супер. Нажимаем, сохраняем. Нажимаем «Записать и закрыть». Вот у нас с вами стол, теперь грамотный. Итак, давайте с вами посмотрим на форматы магазинов. По сути, это подключает нам ассортиментную политику. Где нам это все найти? Маркетинг и планирование. Настройки и справочники. Спускаемся вниз, видим ассортимент. Товарные категории. Вот мы с вами, кстати, заполнили. Вот они появились. В услугах ничего, в товаре вот они. Итак, идем дальше. Марки брендовы, вы видите. Коллекции сезона, вы видите, мы это заполнили, это появилось. Рейтинги продаж тоже вы видите. Что мы с вами не смотрели? Мы с вами не смотрели форматы магазинов и квот ассортиментов. Сначала, конечно же, форматы магазинов. Итак, у нас здесь есть два магазина. Давайте создадим формат. Наименование. Средний магазин. Все это разрабатывает у вас маркетолог или бренд-менеджер, неважно. Но теперь он сможет это делать не в программе Microsoft Word и Microsoft Excel. Итак, количество ассортиментных позиций. Пускай это будет 20, 12. Ну, на самом деле, это маловато. Давайте 25. Точа торгового зала минимальная 50. Максимальная на самом деле тоже 50. Потому что у нас все фиксировано. Технология размещения товара. Мы это можем здесь напечатать. И обслуживание покупателей. Например, некая прямая. Целевое местоположение. То же самое. Можем что-то здесь написать. Никаких проблем у нас нет. Сохраняем. Закрываем. Переходим, пожалуй, в наши с вами склады и магазины. Пускай это будет мебельный склад. Формат магазина. Средний магазин. Никаких проблем. Абсолютно. Итак, что касается ассортимента. У нас есть с вами... Давайте мы немножечко поправим. Добавим это все в интерфейс. Чтобы не мучиться. По крайней мере, я предпочитаю действовать так. Изменение ассортимента. Сейчас у нас с вами ассортимент 0 из 0. Давайте введем новый товар. Ну, у нас один. Давайте добавим номенклатуру. Ну, на самом деле у нас стул. Если память не изменяет мы его... Настроили... Кстати, не очень понятно, почему он не заполнился. Давайте посмотрим, точно ли это был стул. А, стол. Стол. Это был стол. Давайте поправим. Просим извинения, стул. Очень интересно, почему мы сейчас с вами не видим. Так, коллеги, не забываем поставить этап ввод в ассортимент. То есть, разрешены сразу закупки и продажи. У нас с вами, гляньте, какой большой список вариантов. Позволяет отразить всю ассортиментную политику, все ассортиментное движение. Но сейчас нас интересует несколько другой. Нас интересует, почему вот сейчас у нас нет стула в выборе. Вы его видите здесь, только исключительно потому, что я его вел. Вот сейчас так сделаем, да, переведем его, нет. Секрет на самом деле очень прост. Никуда стул, конечно, не делся. Но есть коллекция осень. Давайте с вами сейчас проверим, что именно коллекция не дает нам нормально работать. Давайте мы разрешим продажи с августа. И вот прям по такой гигантской сфере. Гигантские такие даты. То есть, мы можем закупать его. Нет, на самом деле мы даже немножко что-то редактируем. Поставим дату закупок. Ну, с 5-го числа. Выкрываем, доходим в изменение ассортимента. Так, ну, на самом деле надо закрыть, открыть. Закрываем. Нажимаем создать. Нажимаем добавить. Ну, как вы видите, у нас стула нет. Причина именно в том, что мы добавили сюда коллекцию осень. Если сейчас мы ее уберем. Ну, на самом деле, действительно. К примеру. К сожалению, коллекцию мы не уберем уже походу. Ну, вот. Мы ее все-таки смогли убрать. Давайте поставим товар. Жмем записать закрыть. А ну, дай не сохранение. Так, давайте сейчас еще раз. Мы видим с вами стол. Итак, наша с вами проблема. Вот даже мы поставим сейчас с вами этап. У нас с вами, вот видите, товары. У нас есть стул, да. У него есть рейтинг, у него есть товарная категория. А ну, по самом деле, товарную категорию мы с вами удалили, да, поэтому ее нет. Но ничего страшного-то нет. Давайте мы с вами еще раз зайдем. Зажимаем редактирование. Здесь товарная категория. Поставим доступные товары. И у нас с вами есть бренд. Давайте нажмем вписать закрыть. Зайдем в описание. Забрать товар по категориям. Видите, у нас появилась товарная категория. У нас появилась марка. Вот вы видите, что у нас есть доступные товары. Марка простоквашина. Ну, в прочее попадет все, что так называемый ноунейм. У специалистов, занимающихся ассортиментом, есть такой термин, да, особенно, когда это у нас в Китае. У нас в правительстве такого нет. Если это марки, которых лучше вообще просто не употреблять слух в магазине, не ставить бирку и говорить, то это так называемый серый товар. Ноунейм. И вот он весь повалится сюда. У доступных товаров у нас с вами есть стул. Прекрасно. Перенесем его в документ. Вот это нам не нужно. Что касается рейтинга продаж, что у нас тоже заполнился. Вот нажмем сейчас провести и закрыть. Давайте с вами зайдем в ассортимент. Это мы и вами видим, что у нас в среднем магазине, в ассортименте есть разрешенные покупки, разрешенные продажи. Мы с вами можем создать изменения ассортимента, да. И вот, например, вывод создать. Никаких проблем нет. Также выбираем стул и точно так же можем его вывести. Можем заполнять рейтинг продаж. Все хорошо, все классно, все работает. Итак, давайте с вами разберемся, по крайней мере попробуем, как же работают коллекции. Почему, если указать коллекцию осень, то товар у нас здесь просто не появится в подборе. Итак, коллеги, у нас всего один документ изменения ассортимента. У нас два товара, в которых проставлена коллекция. Мы с вами поставили, нормально заполнили осень. Итак, давайте создадим новый документ изменения ассортимента. И обратим внимание, что у нас есть выбор операции. Вот управление коллекцией. Обратите внимание. Мы выставляем осень. Автоматически получаем, с какого по какой у нас разрешены закупки и продажи. Давайте с вами посмотрим. И тут мы видим отличную картинку. У нас есть только стул и стол. Товарная категория на месте. Вид цены на месте. Роли ассортимента мы с вами можем выбрать. Да, это постоянный или пробный или так далее. По большей части это нужно для аналитики. Рейтинг продаж. Все на месте. Мы с вами видим, что управление ассортиментом в разрезе коллекции отличается от управления в разрезе номенклатуры. Товарная категория это скорее инструмент квадирования. Здесь мы не проходим по этапам. У нас их здесь нет. Здесь мы вместо этого выставляем сроки, с которых мы можем закупать эту продукцию и сроки, с которых мы можем продавать эту продукцию. Совсем другой механизм. Итак, коллеги, мы с вами рассмотрели основу управления ассортиментом в рамках программы 1С управления торговлей версии 11.1. Спасибо вам за внимание. До свидания.